привет друзья сегодня мы с вами говорим про сжигание жира кто там у меня хочет сжечь жир вы на моем канале я люблю темы связанные с питанием и с в принципе с аналитикой движения всего этого мне интересно уже очень давно те кто у меня в консультациях по нутрицологии и по психологии пишут мне часто такие странненькие вопросы которые я поздно разгребаю алена посоветуй пожалуйста как можно сжигать жир если постоянно занимаешься какие-то диеты все равно не все помогает вот такие письма я буду сейчас зачитывать от вас и дальше рассказывать алена привет помоги пожалуйста много лет на фитнесе пробовала разные диеты как ты говорила и кета и палео в итоге все равно возвращается мою пузо пишет я не буду имя говорить кого в общем вот такие письма создают это видео и надеюсь вы словите ответ сжечь стойкий жир можно можно реально можно но здесь что важно не только упражнение это все изнашивание важно питание но есть а те девочки которые изнашивали себя годами внутри нутриенты изнашивали минералы не давали и сидели на кофе на чай на овсянке на какой-то другой истории которая просто развалила организм соответственно про что мы с вами говорим мы с вами говорим про здоровая я бы сказала кита flex и которого придерживаюсь я много лет если есть на то возможность например если я путешествую или где-то работаю в другой стране все равно постараюсь выбирать те продукты которые уже привыкла а мой список прост это органик мясо рыба кисломолочка если есть яйца все зеленолиственные все овощи которые над землей и ягоды это минимум не какие-то коллаген и я не принимаю вы знаете да но это пока возможно когда-то и буду другой момент если эта история может не помогать если вы просто перебираете постоянно перебирайте мне тоже такое было у всех такой мир на было потребление углеводов очень важно сводить к нулю минимуму если у вас и задача сжечь сжечь прям жир почему я так говорю потому что эта история нужна для углеводы это ваши как бы не только минералы это ваш ваши ноги грубо говоря если вы не бегаете если вы не легко атлет не нет у вас ежедневной физкультуры то углеводы вам нужно строго контролировать другой момент проделаете этикетки на продуктах у меня очень много раз была проблема с продуктовой панелью здоровые продукты с глутаматом схеме с цитратами это убивает желудочно-кишечный тракт на не на одну не на один день поэтому когда вы даже на какой-то диете смотрите сколько там натрия в вашем творожке который вы супер здоровый купили ведь бывает это абсолютно нездоровые продукты особенно все что содержит фитиновую кислоту тоже блокируют разные ферменты поэтому организм говорит я голый по микроэлементам ты мне чем-то не тем кормишь и тогда возникают проблемы со снижением веса плюс могу сказать что у многих на кето на периодическом голодании на поле есть проблемы с электролитами мы пьем воду вода ничего не содержит если у вас вдруг возник какой-то дефицит и вы об этом не знаете оля хозяйка забыла досыпать суточную норму кальция хозяйка забыла усвоить свое железо хозяйка забыла хлор вернуть в организм для поднятия кислотности то вот организм может давать разные сбои принимайте электролиты морскую соль витамины группы b витамин d витамин c плюс добавляйте аминокислоты как же сжечь жир помимо движения очень важно перейти на двух хотя бы разовое питание физработа упражнения плюс как я сказала дополнительно 30 60 минут в день физкультуры если у вас есть проблемы с кишечником у меня была такая проблема то есть все же эти кофе мафия все это плохо влияет на кишечник и вот эти тренера по здоровью которые продают вам кофе вместо еды шлите их далеко и надолго потому что вам нужны здоровые зубы кости и если вдруг вдруг у вас там какой-то несбалансированный немножко рацион то это все будет не так как вам нужно уменьшайте стресс стресс расходуют минералы и витамины другой момент можно если у вас сильный стресс я принимаю например или ашваганду или радиолу розовую или чай с ромашкой это классно работает потому что когда например пики инсулина они в течение дня очень разные и старайтесь устранять проблемы со здоровьем сразу например почувствовали что проблема желчный посмотрели мое видео хоп перестроили питание поели что-то поняли что воспаление хоп приняли больше витамина d и исключили там эти продукты плюс если хотите больше сжигать жира занимайтесь сексом прямо по любви со своим любимым человеком это тоже вам поможет плюс если хотите сжечь жир обязательно не надо все мазать там чем-то по пузу хлопать и самое главное просто понять что вы делаете не так для этого придерживаетесь ли вы кето или палео много ли у вас углеводов как часто вы занимаетесь если у вас витамин dbc в ежедневном рационе и сколько вы дополнительно принимаете витамин d играет ключевую роль проблемы с кишечником есть или нет как вы считаете если не залещены слизистые или какая-то такая раздраженный кишечник может быть проблема и другой момент есть ли физическая культура прогулки уборка что-то такое в общем все эти моменты они работают подписывайтесь на мой канал будьте в курсе своей жизни и профилактируйте нехорошее состояние